МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. От 100 до 270 тысяч рублей могут получить предприниматели Йошкаралы. В столице Мариел стартовал очередной отбор исполнителей муниципальной целевой долгосрочной программы развития малого и среднего предпринимательства. Предприятия, претендующие на получение господдержки, должны до 22 июля предоставить городской отдел промышленности, транспортосвязи и предпринимательства свои бизнес-проекты. Они могут быть связаны с развитием инновационной деятельности, модернизацией производства или энергосбережения. Как и год назад, и также как в течение ближайших трех лет на развитие бизнес-проектов и шкаралинских предпринимателей, городской бюджет направляет 1,2 млн рублей. С учетом софинансирования малого и среднего бизнеса на республиканском уровне ежегодная поддержка и шкаралинского предпринимательства выливается в 5-млн сумму. Направления, которые поддерживают власти, связаны с развитием инновационной деятельности, модернизацией производства и энергосбережением. Получить субсидии на развитие могут также начинающие предприятия. С нынешнего года немного увеличилась потенциальная адресная аудитория. Поддержку могли получать только юридические лица с численностью более 50 человек. То есть у нас автоматически, ну по большому счету, очень много потенциальных получателей субсидий, они из-за этого не могли даже участвовать в этом. Учитывая, что у нас в среднем по республике численность малых предприятий 4 человека, как бы вот это вот условие нас очень сильно, так скажем, связало руки. Неожиданный подарок, видя пары сотен тысяч рублей, никогда не лишний даже для небольшого предприятия, специализирующегося на ликвидной продукции, такой, как эти торты. В предыдущие годы, благодаря 150 тысячам, получаемым в качестве господдержки, удавалось вовремя расплачиваться за проценты по кредитам, а позже взяться за улучшение энергоэффективности предприятия. В общем-то, даже если бизнес поставлен и прибыль регулярно растет, лишними такие деньги не бывают. Мы третий год уже участвуем в программе субсидирования малого и среднего бизнеса. Самую большую сумму мы получили три года назад, когда мы производили модернизацию оборудования, что для нас было очень важно. Мы покупали оборудование на большую сумму в лизинг, и администрация нам выделила 150 тысяч рублей на возмещение расходов по кредиту. А последние два года мы участвовали в программах по энергосбережению, производили мероприятия, снижающие наши затраты, то есть, например, такие, как замена окон на более теплопроводные, и также замена печей. Мы меняли печи с электрических на газовые, соответственно, снижали свои затраты по электроэнергии. Поэтому для нас, как для малого предприятия, эта помощь очень важна. В списке получателей субсидий несколько городских предприятий малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы получить господдержку, необходимо желание, оформленное в виде заявления и бизнес-плана, расписывающие подробно, как планируется потратить предполагаемую сумму. Претендентами на получение субсидий могут стать только предприятия, не имеющие задолженности по налогам. Получателями субсидий становятся практически все заявители. Условия допуска до участия в конкурсе у нас всего два – это отсутствие задолженности по налогам и регистрация на территории города. Это как бы условия допуска до конкурса. В итоге соблюдение достаточно простых требований малое и среднее предприятие «Шкаралы» с числом работающих 30 и более человек смогут получить по 100 тысяч рублей на инновационную деятельность и энергосбережение. 150 тысяч – на модернизацию производства. Поддержка начинающих свою деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства составит 268 тысяч рублей. Марийский государственный театр оперы и балета и телерадиохолдинг на Патриаршей представляют. Балет «Эсмеральда» под открытым небом. 17 июля в 21.00. Патриаршая площадь. Телефон для справок 64-19-52. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok